Встреча журналистов с руководством военкоматов традиционна. Что интересует в первую очередь? С какими результатами мы подходим к осеннему призыву? Весенняя призывная кампания показала, престиж службы в армии стабильно крепнет. Вызывалось на призывные комиссии, районные призывные комиссии, более 5000 человек. Все до единого прибыли. Отправлено в войска более полутора тысяч человек. 4000 ребят получили отсрочки. Основные причины – учеба, семейное положение и состояние здоровья. У нас был процент категории годности 69,7,8. Вот сейчас 74,3. То есть из года в год мы понемножку, но прибавляем. Эта тенденция сохраняется в течение уже последних, наверное, лет трех-четырех. Уклонист. Это слово скоро станет архаизмом в военной практике. В 2017 году их просто нет. Предостерег военный комиссар и новым законам. Те, кто в военкоматы не явился по достижении 27 лет, вместо военника получат справку, как не отслужившие без оснований. Это значит, что в течение 10 лет не имеет права, с 1 января вступает в действие эта норма закона, не имеет права ни на государственной, ни на муниципальной службе быть принят. Я думаю, что карьеру портить с самого начала своей жизни – это не совсем правильно. Однако в целом ситуация позитивная. Сейчас призывник, наоборот, приходит в военкомат и даже иногда пытается скрыть болезни, чтобы только взяли в армию. Серьезных изменений в осеннем призыве не произойдет. Новобранцы также получат банковские карты, персональные электронные карты, сим-карты с льготным тарифом по всей стране. Важная вещь – медики призывают новобранцев пройти вакцинацию. В настоящее время в Брянской области имеются все средства и все возможности для проведения иммунизации всех граждан, отправляемых местам прохождения военной службы. Я призываю всех – и призывников, и родителей – провести иммунизацию для того, чтобы не было возможности заболеть там или развить вспышек инфекционных заболеваний. Чего военкомы ждут от осеннего призыва? Конечно же, хорошей явки призывников и выполнения плана. Андрей Мамошин, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.